Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас понедельник, 6 октября. Началась новая торговая неделя на валютном рынке, с чем я вас поздравляю. И мы начинаем наш вебинар «Ежедневный обзор рынка». Начнем с традиции календаря событий. Сегодня у нас, к сожалению, не ожидается публикация интересных макроэкономических релизов. У нас буквально 30 минут назад были опубликованы данные из Германии, из ведущей экономики Еврозоны. Мы получили релиз по изменению объема заказов промышленности. Данный индикатор вышел значительно хуже медианных прогнозов, показал сокращение на 5,7%. По сравнению с предыдущим месяцем, в игровом осчислении мы тоже ушли в отрицательную область, что нам указывает на тот факт, что промышленное производство в августе в Германии будет также в отрицательной области. В общем, это тоже все у нас негативно для пары евро-доллар, потому что Германия у нас ведущая экономика европейского региона. Больше сегодня не ожидается новостей, поэтому сразу же перейдем к обзору пары евро-доллар. Что касается вопросов про призы, большое вам спасибо за вопрос. Мы обязательно об этом поговорим только чуть позже, когда уже проведем весь обзор нашего сегодняшнего валютного рынка, обзор основных валютных пар. Об этом мы тоже обязательно поговорим. Что касается пары евро-доллар, на минувшей неделе в пятницу мы проводили вебинар последней заключительной минувшей недели, когда я сказал, что ожидаю снижения котировок в области уровня поддержки 1.25.01, то есть ожидаю снижения котировок в ближайшие дни. Возможно, в пятницу это не случится, возможно, на будущей неделе, понедельник, вторник, то есть неделя текущая. Но вот в пятницу мы этого не достигли, то есть мой сценарий был полностью отработан. Единственное, что в пятницу я ожидал, что мы немного сможем подрасти, чуть повыше, то есть мы сразу же стали снижаться, но с другой стороны, об этом я говорил еще и в четверг, что необходимо покупать от отметок 1.26.61 и 1.27.14. То есть в четверг мы подросли до 2.6.98. Если, допустим, вы смогли открыть эти позиции на продажу по 2.26.61, то есть в пятницу просто выдержали их, и в итоге вы смогли заработать, причем от 2.26.61 до 2.25.01, 160 пунктов. Это очень-очень хороший профит за 2 торговых дня. Поэтому в четверг мы проросли выше, в пятницу мы уже выше не росли, мы сразу же стали снижаться. Почему стали снижаться? Потому что в пятницу были крайне позитивные новости по рынку труда. У нас и безработица сократилась ниже, она теперь у нас находится ниже ключевого уровня, который нам определил Федрезерв 6%. У нас сейчас безработица 5.9. Согласно последнему релизу за сентябрь, Пэрлсы вышли очень хорошие, тоже крайне позитивные, лучшие медианы прогнозов. Я лично ожидал, как я вам говорил, что на уровне 200 тысяч новых рабочих мест, почему, допустим, я не ожидал выше, но потому что у нас есть 3 сильных опережающих индикатора, как я говорил, в пятницу. Два из них у нас были опубликованы, а вот третий индикатор, он был опубликован в пятницу после Пэрлсов. Исходя из того, что у нас два индикатора были позитивные, третьих данных у нас не было, поэтому я дал такой консервативный прогноз, что 200 тысяч мы, скорее всего, увидим, и 200 тысяч – это крайне позитивно для американской экономики. То есть и 200, и 240, и 250, и 250. В общем, все, что выше 200 тысяч – это позитив. И на этом фоне я говорил о том, что мы увидим и рост американской валюты против евро, и также укрепление на американском фондовом рынке, то есть спрос на корпоративные бумаги повысится. В четверг я вам представил новую инвестиционную идею. На этот раз она была посвящена американскому фондовому рынку. Мы вот рассматривали и евро-доллар, основную пару, и золото рассматривали, экзотику, евро-новозеландецы также вот уже перешли на фондовые индексы. То есть, как вы видите, я вам не только концентрировал внимание ваше на, допустим, валютных парах, но мы рассматриваем все группы финансовых инструментов. То есть мы провели 4 идеи, 2 были на валютном рынке, 1 по товарному рынку – золото, и вот 4 идея – 1 у нас по фондовым площадкам. То есть фундаментальный анализ работает везде, и я пытаюсь вам об этом рассказать. И так далее я давал 2 точки входа и по S&P, и по Dow Jones 30. Вот что касается того же самого S&P, наиболее популярный фондовый индикатор, инструменты. Первая точка входа была 1945, текущая котировка 1975. То есть, если бы вы, допустим, воспользовались этим прогнозом, и в четверг открыли позицию, тогда вы уже в плюсе. У вас по тому же самого S&P плюс 30 пунктов. По Dow Jones я не смотрел, сколько пунктов, но там тоже плюс. Индексы примерно ходят синхронно, с небольшими отклонениями. То есть Dow Jones тоже у нас очень хорошо рос, и в итоге вы имеете плюс по обоим инструментам. Как вы видите, данные вышли хорошие. То есть, в данный момент мы находимся в положительной территории по нашей инвестиционной идее. Как раз именно рост начался у нас в четверг, во второй половине американской сессии. То есть, инвестиционную идею я для вас представил в 15.30 по Москве, а рост у нас начался примерно в 9 вечера по Москве. То есть, буквально, вот идея была очень и очень свежая. Наша компания называется Fresh Forex. Переводится как «Свежий Форекс». И вот у нас была свежая идея. Прямо только что, и сразу необходимо было ей воспользоваться. Поэтому, кто смог воспользоваться, поздравляю вас с текущим профитом. Конечно, профит еще не закрылся, но сейчас мы имеем плюсик, и это очень и очень приятно. Что касается пары евро-доллар, то недвижность ремб будет продолжаться, на мой взгляд. Но сегодня, на фоне отсутствия важных макроэкономических релизов, я сегодня не жду резкого изменения котировок. И я даже ожидаю некоторой коррекции. Коррекции в область первого уровня поддержки 1.2570. Возможно, даже подрастем куда-нибудь и на 26 фигуру. Все зависит от того, как будут фиксировать шорты. То есть, пока что ожидаю некоторой фиксации шортов, после чего трейдеры, инвесторы будут вновь 25.70 и повыше, или даже в области этой фигуры 25.50, 25.60. В общем, на уровень сопротивления плюс-минус небольшие отклонения. Ожидаю, что трейдеры будут вновь продавать единую европейскую валюту и покупать американский доллар, потому что все факторы на это указывают. То, что у нас сильный рост показал ронок труда, это крайне позитивно. Теперь можно ожидать позитивного релиза по темпам роста ВВП. У нас релиз будет в этом месяце, за третий квартал. Первый отчет в конце месяца. Обычно где-то в 30-х числах у нас будет релиз по ВВП. С 25-го по 30-е числа, вот в этот период. Публикация данных. И можно ожидать хороших данных. То есть, больше 3-х процентов, какой точно пока сказать невозможно, потому что ВВП включает в себя множество индикаторов, и у нас еще не все они присутствуют. Какие-то есть, каких-то нет. Но, посмотрев на сокращение отрицательного сайта торгового баланса в третьем квартале, это позитивно для экономики. Посмотрев на увеличение занятости, это тоже позитивно для экономики. И продажи у нас в ретро-секторе растут. И очень усилились продажи новостроек в августе. То есть, ронок недвижимости тоже показал хороший прирост. В общем, все это в совокупности пока что позволяет. Конечно, не все индикаторы еще есть. Какие-то индикаторы есть только за август, с сентябрь, еще нет релизов. Но, в целом, на текущий момент можно ожидать выхода данных примерно 3,5% прирост за третий квартал. Что в целом позитивно, потому что, посмотрите, у нас в втором квартале был прирост 4,6%. В третьем, если будет, допустим, 3,5% или 3,2% или 3,6% тоже позитивно. В общем, это все позитивно. И пока что у нас будут росты доллара. И на американских фоновых площадках, причем, мне кажется, на американских фоновых площадках рост будет гораздо более сильный, чем по доллару. И вот наша идея, у нее теперь очень высокие шансы на то, что она закроется по профиту, потому что очень хорошие данные. И тем самым сейчас все указывает на то, что, скорее всего, мы можем сделать перехай. Конечно, не 100%. 100% ничего на рынке не бывает. Если нам кто-то говорит, что 100% мы растем или 100% падаем, это все вранье. Это все лукавство. Поэтому с большей долей вероятности в процентах на 80%, на 85%, на 90% у нас сейчас отличные возможности для того, чтобы сделать новые исторические максимумы и по S&P, и по Dow Jones 30%. Что касается доллара американского, то, на мой взгляд, поскольку у нас тренды формируют в стране банки, как я говорил об этом много раз на наших вебинарах, что по обзору, что тематические вебинары, которые мы проводим еженедельно по четвергам, я как раз говорю о том, что тренды на валютном рынке Форекс, формируют в стране банки, поэтому можно сделать предположение, поскольку у нас в этом месяце заседание Федрезерва, то есть у нас 29-го числа октября, если мне память не изменяет, будет заседание Федрезерва, там будут объявлены о выходе из Куе-3, эпоха Куе-3 завершается в октябре, и на мой личный взгляд, мы, скорее всего, будем расти, это пока такой предварительный взгляд, я далеко не забегаю вперед, просто так вот сопоставил несколько факторов и пока что прихожу к выводу, что вполне возможно той новостанной коррекции по паре евро-доллара, которую ждут многие трейдеры, ее пока не будет, а она может начаться как раз после заседания Федрезерва, то есть до этого времени все еще будут держать свои шорты, а потом уже начнется фиксация прибыли, это не вот будет означать, что у нас там что-то плохо для доллара или что-то хорошо для евро случилось, нет, это будет означать всего лишь навсего то, что покупали, и вот уже по факту событий будут фиксировать прибыль, то есть шорты будут закрывать, есть такая вероятность высокая, что после Федрезерва, ну в общем для этого нужно будет посмотреть на 29 число, как у нас будут проходить торги именно в этот день, если будут предпосылки на то, что шорты закрываются, значит ждите коррекции по паре евро-доллара, потому что очень сильно провалились, безусловно, очень много желающих сейчас прибыль пофиксировать, поэтому пока что лично я вот не ожидаю такой сильно глубокой фиксации прибыли, то есть глубокой коррекции, вполне возможно какую-то коррекцию наверх, мы можем показать небольшую, но вот именно такую глубокую можно ожидать, на мой взгляд, только после Федрезерва, не раньше, это на мой личный взгляд. Пока что на сегодняшний торговый день у меня прогноз такой боковой тенденции, ожидаю по паре евро-доллара, и поэтому если мы видим рост котировок, то есть я бы сейчас не стал покупать евро-доллар, я бы все-таки лучше, допустим, открывал бы продажи от отметок 25.70, 30.20 и выше 26 фигуры, там куда-нибудь на 26.15, 26.20. Продажи по паре евро-доллар в расчете на то, что мы будем снижаться ниже пятничного минимума, пятничный минимум у нас 25.00 ровно, то есть реализовали мы ту цель, которую я говорил на ближайшие дни в пятницу, мы ее полностью реализовали. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Так, по поводу викторины, сейчас тогда пару слов о викторине, я передам ваш вопрос ответственным специалистам, и я думаю, в самое ближайшее время вам будут предзначислены. Большое вам спасибо за уточнение. Сегодня по кончению вебинара я ваш вопрос передам обязательно. Не переживайте, все подарки получат, сообщения, я видел, уже поступают на почту, поэтому не переживайте, как мы и обещали, то есть наша компания всегда выполняет свои обещания, свои обязательства, поэтому все будет зачислено в самые кратчайшие сроки. Так, на фоне отсутствия важных экономических новостей и тем самым сильных катализаторов для евро-доллара на этой неделе пара вряд ли пробит 1.25, даже если это случится, то маловероятно ее укрепление там, ведь на сегодня 1.25 это перебор. Спрашивается, почему перебор, Николай, с чего вы решили, что перебор, вот где у нас так, допустим, сказано, на основе чего фундаментального там анализа или технического это перебор, я пока не вижу перебора, и как, по вашему мнению, и опыту, может ли это являться технической коррекцией на 27-й фигуре. Спасибо большое за вопрос, но что касается перебора, я лично перебора не вижу. Когда вы помните, у нас недавно на котировке были 1.27, мне тоже задавали вопрос, вроде бы перебор куда еще падает, необходимо ждать коррекции, и тихоанализ на это указывал, там супер была перепроданность, просто осцилляторы зашкаливали, но тем не менее я говорю о том, что перебор я пока не вижу, а почему перебор? Рыбок там ничего не должен, кому нам должен? Допустим, трейдеры говорят, рынок должен пойти вверх, все, уже хватит падать. Кому он должен? Лично вам должен, никому он ничего не должен? Рынок, он сам решает, куда ему что делать. Да, почта schoolsobakafreshforex.ru все совершенно верно, и поэтому, с одной стороны, да, много плавили, но почему вы говорите, допустим, Николай, что у нас на этой неделе не ожидается важных релизов, вы упустили из виду, допустим, релиз, который у нас будет на этой неделе в среду, 8 октября, публикация протокола Федрезерва в 10 вечера в Москве, минутки ФРС, разве это не важный релиз? Релиз очень важный и всегда оказывает влияние на расстановку сил. Поэтому релизы есть на этой неделе, не стоит думать, что релизов нет, те же самые минутки ФРС могут оказать влияние. Что касается, почему мы еще можем снижаться, ну, потому что, на мой личный взгляд, пока что еще не созрели мы для того, чтобы фиксировать прибыли. Ну, посмотрите, допустим, та же самая нефть, она у нас снижается. Нефть у нас, допустим, бренд нас интересует для пары евро-доллар, она у нас находится на отметке, то есть на своем годовом двухлетнем минимуме. Это крайне-крайне негативно, то есть на двухлетнем минимуме находимся, и это все крайне негативно для инфляции. Поэтому у нас сейчас нет предпосылок, что будет сильный всплеск инфляции в еврозоне. И участники рынка по-прежнему это видят, они по-прежнему понимают, что раз инфляции нет, раз ставки по облигациям десятилетним бандам немецким находятся на отметке 0,90, то есть 9 десятых процента, меньше процента мы находимся, спресс немного сократился, дифференциал с американскими, это позволяет рассчитывать на то, что коррекции у нас будет некоторая. Как я уже обозначил, вот в эту область вполне можно ждать коррекции. Но, что касается, допустим, более глубокой коррекции, пока предпосылок для этого нет, по-прежнему у нас все позитивно в Америке, негативно все в еврозоне. Просто сравните даже, какой у нас рост в Америке, какой у нас рост в еврозоне. Это две большие разницы, поэтому много, допустим, трейдеров ждет коррекции розничных трейдеров. Просто вот тоже у меня много знакомых, мы общаемся к тому же скайпу, допустим, с знакомыми. Практически все, допустим, мои знакомые, практически все на минувшую неделю в пятницу покупали пару евро-долларов, они ждали и плохих параллсов, и коррекции, и всего-всего. Я лишь один человек, кто продавал, в итоге вот мы же увидели, что мы свалились, не просто мы пошли вниз, мы просто обвалились, грубо говоря, по паре евро-доллар, мы резко сходили вниз, и 25-ю фигуру увидели. Это говорит о том, что пока что у нас розничные трейдеры заходят в ланги, ожидая этого отскока, мы, скорее всего, еще все равно будем снижаться. Это такое мое личное мнение, я не утверждаю, что оно стопроцентное, то есть вполне возможно коррекция начнется на этой неделе, кто знает, то есть пока что поживем, увидим, но вот пока что на текущий день, скажем так, я вижу то, что мы еще можем сходить в область поддержки 1-24-56. Помните, я вам говорил об этом и летом, и вот в сентябре, и в октябре я тоже говорил о том, что Марио Драги в апреле вам сказал, что было бы очень замечательно, если бы пара евро-долларов сходила вниз на 10% от текущих уровней. И вот от текущих уровней, когда это Марио Драги заявлял, это получилось, получается у нас 2-4-50-25, в общем, зависимости от того, скажем так, что имело в виду Марио Драги. Тогда котировки были 38 с копейками, то есть котировки постоянно меняются, там минус 20, плюс 20 вверх, поэтому получается вот эта область, там между 24-25 фигурой, и вот вы видите, все в пятницу мы достигли, то есть пожелание Марио Драги рынок выполнил. Это еще раз нам подтверждает то, что тренды формируют там не хедж-фонды, не розничные трейдеры, никто, не маркетмейкеры, тренды формируют, центральные банки и больше никто. Все остальные, они просто этот тренд разогревают, то есть они этот тренд разгоняют. Поэтому пожелания президента, уважаемого человека в еврозоне были выполнены, и поэтому, на мой взгляд, все еще можно ожидать некоторого заберга вниз, потому что сейчас доллар очень сильный, рисковые активы у нас популярностью не пользуются, и в этой связи можно ожидать, допустим, еще некоторого похода вниз. Почему, допустим, я ожидаю похода вверх после Федрезерва, наверное, кто-то сможет спросить, допустим, вопрос такой задать. Ну, потому что, смотрите, у нас, с одной стороны, нефть падает, это негативно и для инфляции в Америке, не только для инфляции в еврозоне, но и для Америки. Это раз. У нас инфляция ключевой индикатор, если инфляция не растет, ФРС не будет торопиться со ставками, это два. И третий фактор, доллар укрепляется, тоже негативно для инфляции, потому что инфляция, когда валюта падает. То есть вот сейчас евро падает, и это позитивно для инфляции, то есть в конце минувшего года, там в ноябре-декабре, вполне возможно, что инфляция будет потихонечку расти в еврозоне. Потому что и денежная масса растет, и евро упало, и ставки низкие, и политика мягкая, и начинается там своего рода QE3, не QE3, простите, QE, начинается в еврозоне. То есть в Америке, получается, нефть упала, доллар вырос, это негативно для инфляции, и тем самым Федрезерв может в октябре сказать, что QE3 мы завершаем, но длительный период низких ставок по-прежнему еще актуален, потому что мы не ожидаем роста инфляции. И в этой связи, то есть, допустим, у нас экономика растет, инфляция могла бы расти, если бы, допустим, нефть та же самая не падала, и доллар тоже бы сильно не укреплялся. Но вот у нас получаются такие факторы противоречивые. Два фактора указывают вниз по инфляции, фактор роста экономики указывает наверх, и в этой связи мы не увидим сильного роста инфляции, и тем самым Федрезерв может повторить свое заявление сентябрьское, которое мы в сентябре видели, и тем самым участники рынка подумают, что пора бы уже бумажную прибыль переводить в реальную, и закрывают шорты, и тем самым мы можем подрасти по паре евро-доллар. Такой возможный сценарий у своей голове я тоже держу на конец месяца. Мы получили данные по еврозоне, не просто отрицательное, а указывающее замедление, так, и уже на сокращение, поэтому вниз пока смотрим стремительно. Покупки рискового от 1.26 можно спокойно продавать, на мой взгляд. Да, Влад, я в целом с вами согласен. Еще раз большое вам спасибо за вопрос, за то, что вы активно участвуете в наших вебинарах. Большое вам спасибо, благодарность выражаю. Я тоже такого же мнения, то есть пока что еще можно ожидать снижения котировок, поэтому на росте котировок можно шортить пару евро-долларов. Переходим к обзору пары фунт-доллара. В пятницу я говорил о том, что ожидаю тестирование минимум сентября, то есть у нас минимум был на отметке 1.60-1.50, то есть я сказал, что все факторы, 1.60-1.51, все факторы указывают на то, что мы должны туда сходить по паре фунт-доллара. Вот мы туда и сходили в пятницу, поэтому сценарий тоже реализовался и по паре евро-доллара 25-й фигуры, и по паре фунт-доллара. Об этом я вам еще говорил и в четверг, о том, что мы туда пойдем на минимальный значитель сентября, то есть не покупайте пару фунт-доллар, это очень и очень опасно. Все факторы и технически фундаментальные указывали на продажу фунта, поэтому я надеюсь, что вы ее не покупали, иначе большие убытки получили. Что касается дня текущего, то у нас новостей не ожидается по Великобритании сегодня, макроэкономика нас сегодня не порадует своими отчетами. Что касается дня текущего, то поскольку у нас и перемая производственного в секторе Великобритании сферы услуг показали слабые релизы, это все указывает нам на то, что мы начинаем видеть некоторые замедления в экономике Великобритании и на фоне сильного роста в экономике штатов, то есть в Великобритании мы начинаем видеть некоторые замедления. Сфера услуг для Великобритании очень важный сектор, потому что я уже об этом говорил, у нас в Великобритании производственный сектор, он такой незначительный, а вот сфера услуг, финансовый сектор, это очень такое большое место занимает ВВП, потому что в Лондоне у нас финансовая столица, там очень много различных финансовых институтов, ну и плюс еще очень активно работает сфера услуг, скажем так, и в этой связи все нам указывает на то, что индикаторы PMI не опережающие, поэтому мы видим, что опережающие индикаторы нам показывают уже, что началось некоторое замедление в экономике Великобритании, и на этом фоне, на фоне того, что мы видим сильный рост в Америке, можно ожидать, что по паре фунт-доллар мы еще дальше увидим некоторое снижение, поэтому сегодня на росте котировок в область 60-й фигуры или выше даже, в область отметки 1,6051, до этого у нас данный уровень был сильной поддержкой, 1,6051, теперь он является сильным сопротивлением, мы закрепились ниже круглого уровня, я говорил о том, что рынок помнит и любит круглые уровни, там 1,50, 1,60 и так далее, то есть мы закрепились ниже 1,60, теперь на мой взгляд можно ожидать консолидации возле этого уровня 1,60 психологического, то есть нужно понимать, что не все уровни являются круглыми, вот большое заблуждение многих специалистов, которые в книгах, допустим, пишут по Форексу о том, что у нас и отметка 1,60, и 6,1,62, и 63, в общем, каждая фигура является круглым уровнем, важным уровнем, нет, она не является важным уровнем, именно являются уровни вот такие десятки, в общем, 1,30 по евро, 1,60 по фунту, 1,70 и так далее и тому подобное, уровень 1,61 и 1,62 это вообще просто бессмысленный уровень, там ничего нет, а вот отметка 1,60 действительно уровень является круглый, рынок его помнит и любит такой уровень, поэтому здесь либо фиксация прибыли, либо консолидация, с учетом того, что макроэкономический фон в Великобритании умеренно негативный, в Штатах позитивный, можно ожидать, что фиксации не будет, будет консолидация, после чего мы пойдем дальше вниз, поэтому на росте котировок выше 60 фигуры, то есть сейчас у нас 1,5977, очень рискованно продавать, на мой личный взгляд, поэтому ожидаем роста котировок повыше, куда повыше, но можно воспользоваться сеткой Фибоначчи, допустим, от локального максимума, который мы наблюдали в американскую торговую сессию в четверг, 1,6174, это у нас последний пик был локальный, до 1,5951, который мы увидели в пятницу минимум, можно прочертить сетку Фибоначчи, и мы видим, что у нас отметка 1,6051 находится между 38-й коррекцией уровнем коррекции и 50-м уровнем коррекции, вот вполне можно ожидать, что куда-то мы в эту область, там 1,6030, там 62, 6051, куда-то мы должны сходить, покорректироваться, после чего дальше можно открывать шорты по паре фунт-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Здесь у меня небольшая опечатка, приношу свои извинения по уровню поддержки, напечатал и не увидел, поэтому приношу извинения, уровень не 1,6910, а 1,5910 поддержки и 1,5853 уровень поддержки второй, поэтому небольшая опечатка не цифра 6, а цифра 5. Переходим тогда к обзору, так, еврозоны все же тянет вниз промышленный сектор Британии. Что касается, ну бесспорно, да, в чем-то логика есть, Влад, потому что у Великобритании главный торговый партнер еврозона, если там в еврозоне дела не очень, скажем так, то и в Великобритании тоже дела будут не очень, потому что это главный торговый партнер для у Великобритании, поэтому ситуация в еврозоне, безусловно, пристально отслеживается на острове, то есть в Великобритании, потому что это главный торговый партнер, естественно, всех волнует судьба главного торгового партнера. Почему я и говорю всегда на наших вебинарах о том, что если вы, допустим, торгуете парой фунт-доллар, обязательно смотрите кросс-курс еврофунт, потому что этот кросс-курс отражает главного партнера Великобритании, то есть еврозоны. Здесь именно можно получить на этом кросс-курсе некоторые подсказки, допустим, вы посмотрите на кросс-курс еврофунт и увидите, допустим, либо подтверждение тенденции, либо, наоборот, опровержение тенденции, поэтому если у нас, допустим, тенденции, они одновременные, это крайне позитивно, допустим, вот мы наблюдаем и, допустим, снижение, точнее, снижение пары фунт-доллар и, допустим, рост кросс-курса еврофунта. То есть, получается у нас тенденция одноправленная. Фунт снижается и против доллара, и против евро. Это крайне-крайне позитив для того, чтобы открывать шарты, допустим, по фунту тому же самому. Поэтому всегда следите за динамикой кросс-курса еврофунта. Всегда держите график рядом. Те же самые уровни начертите. О том, как чертить уровни, допустим, какие уровни являются сильными, вот были пожелания на нашем вебинаре, на одном из вебинаров по обзору рынка, что необходимо рассказать, как искать уровни, сильные точки, мы пошли вам навстречу. И на этой неделе я для вас подготовлю тематический вебинар для всех желающих. Кому это интересно, в четверг, 9 октября, мы с вами рассмотрим именно уже уровень поддержки и сопротивления в четверг в 5 вечера такой краткий анонс. Переходим к корзову пары доллара и японская иена. Трейдеры вновь покупают пару доллара иена в расчете на продолжение бычьего тренда. Сейчас все фундаментальные факторы указывают на то, что мы должны показать сильный рост, рост в области второго уровня сопротивления 110.65. До этого мы, скажем так, фиксировали прибыль по паре доллар-японская иена. Мы наблюдали фиксацию прибыли, то есть не было разворота. Об этом я также говорил, что рыбок, помните, любит круглые уровни. Если мы туда идем, на эти уровни, значит мы там будем либо консолидироваться, либо будем корректироваться. Мы дошли до 110.08, то есть круглый уровень попали в доллар-японская иена. Не 108, не 107, а именно 100 и 110. Все остальные уровни в этом диапазоне являются круглыми и не представляют для нас сильного интереса с этой точки зрения, с точки зрения сильных уровней. Так вот, мы подкорректировались в область 108 фигуры и пошли дальше расти. То есть у нас рост на фондовых площадках, об этом я говорил, что у нас S&P растет и Dow Jones растет. Естественно, Nikkei в стране остаться не может, опять-таки он тоже рост. Сейчас немного снижается, но я не ожидаю сильного снижения Nikkei, то есть мы также будем подрастать. И, в общем, все факторы у нас указывают на то, что мы будем расти по фондовым площадкам. Американская экономика сама по себе работает очень позитивно в третьем квартале, хорошо работает, сильно работает. То есть из штатов новости позитивные, и все факторы указывают на то, что мы должны расти по паре доллар-иена, как я уже говорил, в область второго сопротивления 110.65. Вот эта цель на ближайшие дни по паре доллар-японской иены. Что касается дня текущего, то у нас текущая котировка 109.43. Я лично ожидаю снижение котировок по аналогии как с парой евро-доллар и фонд-доллар, то есть рост котировок, то есть снижение доллара некоторое. И по паре доллар-иена ожидаю некоторого снижения котировок, то есть некоторого снижения доллара, После чего можно открывать ланги по паре доллар-иен, то есть покупки, где можно ожидать, скажем так, в какой образ можно ожидать снижение котировок. Ну вот у нас первая поддержка 109.45, то есть мы находимся сейчас на этой первой поддержке, вторая 109.16, то есть я бы лично, допустим, открывал бы покупки, то есть в вашем торговом терминале метр-едер 4, это позиция СЛ, я бы открывал именно на втором уровне поддержки. Это у нас совпадает и с коррекцией Fibonacci 38.2%, вот последнего локального минимума до пятничного максимума. То есть мы не только фундаментальный анализ используем, но и технический анализ используем, ищем сильные уровни по экстремам, также ищем, допустим, коррекции по Fibonacci. Так, а срочные, если они совпадают, так, кнопка СЛ, нет, кнопка БАЙ, торговом терминале, да, скажем так, оговорился, приношу извинения, кнопка, да, БАЙ, большое спасибо за уточнение, не СЛ, СЛ это по евро, доллар, фунт, доллар. Просто много говорил о том, чтобы СЛ по паре евро, доллар, фунт, доллар, вот уже заговорился. Большое спасибо, что уточнили, а то была бы небольшая путаница, то есть открываем ланги, кнопка БАЙ, торговом терминале, метр-едер 4, БАЙ лимит, и вот, на мой взгляд, поскольку у нас и уровень по экстремуму находится, опять-таки, 109.16 и по Fibonacci, 382, краткосрочные Fibonacci находятся на 109.16. На мой взгляд, здесь можно открывать покупки, раз так все сложилось здесь удачно, все совпало в одном месте, почему бы и не определить, что этот уровень будет интересным для участников рынка. Поэтому на 109.16 первая покупка, на 108.90, допустим, вторая покупка по паре доллар-японская иена. И, как я уже говорил, ожидали обновления максимума, которые мы наблюдали на минувшей неделе на отметке 110.08, ожидая роста котировок на отметке 110.65. Но, еще раз подчеркну, этот рост котировок, скорее всего, сегодня-то мы не увидим. Именно вот 110.65 – это рост котировок на ближайшие дни, на текущую торговую неделю. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы по парам евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена, и я на них с добростью отвечу. Завтра, как обычно, в повторник в 10.30 по Москве, мы проведем вебинар «Ежедневный обзор рынка», где рассмотрим текущую ситуацию на рынке. Приглашаю всех желающих принять участие. Для того, чтобы принять участие, необходимо зайти на наш сайт в раздел «Обучение и видеоуроки». Там есть все ссылки на наши вебинары, также есть все видеозаписи, доступные для просмотра, в том числе и видеозапись нашей конференции, которую мы проводим в четверг, 2 октября, посвященной десятилетию нашей компании. Так, стоп куда поставить? Стоп по какому инструменту? Действительно, Светлана, начните, пожалуйста, по какому инструменту? Если пара доллар-японская иена, то стоп необходимо ставить куда-нибудь в отметку 108.20. 108.20, то есть входим на 109.16, 108.90, или даже можно чуть пониже, 108.80, и цель 110.65. Это вот цель не на текущий торговый день, а цель на ближайшие дни. Просто я сразу же обозначаю, то есть это лично такой мой взгляд, то есть вот сценарий такой, что мы будем расти. То есть, если, допустим, сравнить вот три валютные пары, да, вот евро, доллар, фунт, доллар, доллар, иена, где самый сильный сигнал, это последняя пара доллар-иена. То есть, допустим, по паре евро-доллар мы, да, сильно упали, вроде бы здесь уже сомнения начинают присутствовать, упадем ли мы дальше сильно или немного упадем. По паре фунт-доллар более такой сигнал, здесь мы должны упасть и, в принципе, лучше, чем по паре евро-доллар, то есть еще потенциал есть. По паре доллар-иена здесь самый сильный потенциал для роста котировок, то есть должны мы сходить, опять, естественно, рынок никому еще не должен, это лично мой взгляд. То есть, на мой взгляд, мы можем подрасти в область 110.65, потому что рынок мне ничего не должен, рынок ничего не должен ни вам, никому. У рынка свое видение ситуации, у нас свое видение ситуации, поэтому с большей вероятностью у нас есть потенциал для роста котировок 110.65, по паре доллар-иена японская иена. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы Если они у вас возникли, я на них с удовольствием отвечу Как я уже говорил, также смотрите за нашими сессионными идеями Возможно, еще будут интерес точки дохода, возможно, не будет Просто если кто опоздал, скажем так Поэтому уже сильно не расстраивайтесь То есть необходимо все делать вовремя, в четверг была рекомендация По S&P Dow Jones, пока что мы находимся в плюсе Мы оторвались наверх Почему оторвались, но об этом мы более подробно говорили на нашем вебинаре Именно в четверг, в нашей онлайн-конференции по американским фондовым индексам Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание Желаю всем успешной торговли, попутного тренда И до новых встреч в наших вебинарах, которые мы для вас ежедневно проводим